Так, скажите, перспективно ли обучение по специальности востоковедения? Ну да, особенно китайское направление, японское направление, корейское направление, это, в общем, достаточно перспективно. Можно ли выучить японский или корейский вражки, если нет денег на сграницу? Можно, можно. И, кстати, на самом деле, так, по секрету, эти языки, они не такие сложные, на самом деле. Вот, ну, их главная сложность состоит в том, что они очень не похожи на европейские языки. А в случае с японским, там, да, там придется выучить китайские иероглифы, по крайней мере, там, 4, от 4 до 40 тысяч японских иероглифов придется выучить, китайских иероглифов, прошу прощения, придется выучить наряду вот с японскими системами письменности, где там по 47 знаков у них. А в случае с корейским языком, у них там хангель, там, 26 букв, там, простенько все достаточно. Вот. Конструкционно японский язык, он, в общем, достаточно примитивнее русского, например, потому что в русском языке 33 буквы, которые можно комбинировать как угодно. То есть из этих 33 букв, да, или знаков ты можешь составить все, что угодно, любые слова и, в общем, ну, это, это, это один из факторов, который обозначает, знаменует собой или вот характеризует богатство русского языка как такового. И большое количество падежных окончаний и так далее. То есть у нас язык в целом очень сложный, потому что окончания постоянно меняются, еще что-то. Японский язык, у него вот структура, костяк языка, он намного проще и примитивнее. Почему? Потому что весь язык, это 47 знаков, ну, у них слоговое, как бы, да, там, а-и-о-э-о, каки-ко-ко-ко, та-ти-цу-те-то и так далее, на-ни-ну-не-но. И эти знаки, они могут состоять только в определенной последовательности. То есть их нельзя составлять новые слова за счет какого-то хаотичного распределения этих знаков в языке. Нет, это так не работает. То есть там есть определенный, определенный костяк представлений. Допустим, там буква N, ну, или знак N без некой гласной, которая будет идти после нее, может стоять только в конце слова. То есть только так и никак иначе. Там есть свои сложности. Сложности обусловлены, в частности, тем, что прилагательные могут иметь время. Вот у нас прилагательные не могут иметь времени, да. То есть красный, он вот всегда красный, да, допустим. А в японском вот у прилагательных есть время. То есть а-кай красный, а кат-то был красным. Но это, по-моему, одна из таких немногих, небольшого количества сложностей японского языка. А так вообще в целом язык достаточно простой, я бы даже сказал примитивный. Но сложность именно в том, что он очень не похож на европейские языки. Так. Так, можно ли потом с дипломом востоковеда свалить с рашки? Да, да, конечно, конечно. Ты можешь переводчиком прокинуть, работать в МИДе, там, я не знаю, в посольство отправят куда-нибудь работать. Особенно хорошо, если тебя вот на этом востоковедческом, значит, твоем факультете, курсе на втором, на третьем, если тебя завербуют. Это вообще идеально. Будешь в посольстве потом где-нибудь сидеть, работать. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо.